Телекомпания «ВИД» представляет. Мне кто-то позвонил. Сказали, что у моего мужа есть женщина. И, мол, вы можете без него остаться. Ну, я думаю, господи, малых штук-то занят. Людмила и Александр Руцкие на следующий год планировали отпраздновать свою серебряную свадьбу. Но они расстались. А начиналось все достаточно романтично. Людмила Руцкая родилась, училась и работала в городе Борисоглебске, где располагалось самое знаменитое Чикаловское авиационное училище. В 1971 году туда по назначению приехал летчик-инструктор Александр Руцкой. Они познакомились на одной из вечеринок. Первый вечер ничем не закончился? Нет, нет. Да, и все. Ну, провели как время, и все, господи. Потанцевали, разошлись. И потом он уехал в Жердевку. А я осталась одна, а потом... И мы долго с ним не общались. Руцкой то исчезал на учениях, то неожиданно появлялся в городе. Людмила периодически встречалась с ним в разных компаниях, где появлялась со своим кавалером, за которого она даже собиралась замуж. Но ей очень нравился Руцкой. Поэтому, когда однажды он без приглашения пришел к Людмиле и сказал, выходи за меня замуж, она, не задумываясь, сказала «да». Единственное, что ее смущало, Руцкой уже был один раз женат. И потом у него же сын там, сын был, и страшно. Но, видно, чувства взяли вверх. А потом он... Я так решила, что если там не получилось, ну, может быть, от того, что по молодости, а может быть, не знаю как, вот... Ну, я не могла. Честно говоря, я не задумывала в то время, наверное. Видно, настолько я влюбленна в него была, и поэтому, наверное, не задумывалась. В 1972 году они познакомились, в 1974 поженились, а в 1975 году, 8 марта, у Людмилы родился мальчик. Руцкой сам выбирал имя для сына, назвал его Александром. Первые два года жизнь была достаточно ровной, а потом начались переезды. Александру Руцкому предложили учиться в военно-воздушной академии. Он говорит, надо все оставить в квартире, там какая-то мебель у нас привез, так. Говорит, надо уехать в Мунино, ну, ты знаешь, там придется жить на общей кухне и все. Я... Ну, если надо, так надо. Я уехала с ним. И мы... Сашке было два с половиной годика, мы уехали в Мунино, в академию Гагарина, в Мунинскую здесь, в Подмосковье. Вот. Тоже я сначала не работала, потом устроилась на работу. Я работала товароведом. А что делать? Мы временные люди. И впоследствии тут уже о своей профессии и говорить нечего было. Вот. Где еще военных, если возьмут на работу, это слава богу. А так, знаешь, какое отношение, что... Кому нужны временщики. Поэтому на своей карьере я поставила крест. Мы семь раз переезжали. Ну, да какой тут карьера. Только Людмила чуть-чуть привыкла к новому месту, как ее мужа перевели служить в Германию. Они стали жить в военном городке. Десять домов и две улицы. От однообразия и безделия можно было сойти с ума. Для начала Людмила освоила немецкий. Затем возглавила женсовет гарнизона и организовала танцевальный ансамбль. В свободное время садилась на велосипед и исследовала ближайшие к гарнизону села и города Германии. Пример был заразительным. Вскоре к ней стали присоединяться муж и сын. Два спортивных велосипеда было. Мы с Сашкой такой... Сиденечко у нее было. Там все для немцев это делают, для детей. Мы садились на два велосипеда и ехали на рыбалку. И там огромное озеро Мюрец было, роскошное озеро. Вода такая прозрачная, чистая. И мы ездили на рыбалку. Вот мы колесили. Он вас ревновал, скажите, пожалуйста. Да. Ко всем подряд? Нет, как слишком много, ко всем подряд. Нет, но он ревнивый человек. Ревнивый. Мы очень много были в компании, гости приходили, окружали всегда такие интересные женщины, которые внешне, может быть, хорошо выглядели и достаточно умные. Но чтобы какой-то повод был дан со стороны Александра Владимировича, нет. Я ему доверяла. Всегда доверяла. Никаких мыслей даже не было. И даже если кто-то говорил, что там русской всегда женщине нравился, вот, и если... Я как-то отгоняла от этого мысли. Я знала, что у него есть семья, мы семья одна. После пяти лет, проведенных в Германии, они переехали в одесский гарнизон. Александр Рудской почти сразу же улетел в Афганистан, участвовать в боевых действиях. Людмила спустя какое-то время устроилась на работу, на этот раз на аэродром. Сын пошел в третий класс. Людмила помогала ему делать уроки, учила его плавать, играть в шахматы, возила в художественную школу. А на выходные мать и сын ездили в Одессу. Они очень любили театр. Так вдвоем они проводили время и каждый день ждали известия от папы из Афганистана. Я знала, что там боевые действия, но я настолько была уверена, что вот с ним ничего не случится. Он выписал мне, вот письма сохранились с Афганистаном, обычно раз в неделю он мне, а я ему. Вот, и не знаю, но у меня вот такая уверенность была, что с ним ничего не случится. Я, наверное, была как бы таким вот ангелом-хранителем, но не уберегла. В апреле 86-го года самолет, управляемый Александром Рудским, был сбит. При ударе о землю он серьезно повредил позвоночник. Жена об этом узнала одной из последних. Замполит написал своей жене, а мы же все в одном доме жили. И она мне приносит письмо, говорит, Люда, у меня так затряслись руки, с Сашей ничего не случилось. Я говорю, да нет, говорит, здесь папа пишет, как его сбили. Вот, дальше, вот, я прочла, а он уже лежал на аберрелитации, и все. И он потом приехал, я его встречала в Одессе, он с таким широким поясом, потому что позвоночник еще не окреп, и ох. Людмила практически никогда не плачет. Но в тот день, когда она встречала мужа в аэропорту, комок подкатил к горлу, и слезы сами потекли по лицу. Рудской тоже чувствовал себя неловко, он не привык себя ощущать беспомощным. Александр Рудской был отстранен от полетов и получил назначение в город Липецк на должность замначальника Центра боевой подготовки ВВС СССР. Но он очень хотел снова летать. Разработал все, прочитал все по гимнастике, там, вот, по всей этой книге. Он там разработал свои эти чертежи, как заниматься, какие-то гантели у нас дома были, все. И вот он потихонечку начал восстанавливаться. А вы чем занимались? Я с ним была. Рудской восстановился и опять решил вернуться в Афганистан. Людмила умоляла его туда не ехать, словно предчувствовала беду. Но муж настоял на своем. Людмила осталась с сыном в Липецке, и они готовились к началу учебного года. А в одну из августовских ночей, во время бомбардировки, самолет Александра Рудского был сбит. Он попал в плен к афганским аджахедам. Мы от бабушки возвращались. Мы жили в Липецке, возвращались от бабушки. Нас встречал отца знакомый по военнослужащей. То есть спросил, давно вам не звонил. Папа не писал, почему. Он говорит, что нет. То есть не было ничего, каких-то известий. И тут мама сразу заволновалась. Было это видно. Говорит, что случилось? Он говорит, что нет. Потом звонит моя приятельница из Арциза. Сейчас она уже в Москве. В Москве здесь тоже живет. И говорит, Людмила, ты давно получала от Сашки письмо? Что вы у меня спрашиваете? Тут я уже напряглась. Причина. Почему спрашиваю? Ты знаешь, вот такой вот. И мы с сыном. Сын стоит рядом, собака. Я разговариваю по телефону. И все в таком напряжении. Я тоже напряглась. Тут мне уже кольнуло. Я думаю, что случилось? Галя говорит, говори, как есть. Потому что она, ты знаешь, вот нет, сейчас я передам. У нас был замполит. Он говорит, я сейчас ему сережки передам. Он говорит, телефон. Потом мне говорит, слушай, Людмила говорит, Саша взлетел и не вернулась на аэродром. Уже третьи сутки его ищут. Тут я уже сникла. Я не знаю, что вот. В общем, я куда-то провалилась. А ты ее поддерживал в тот момент? Какие-то из пара говорили? Да, я думал, что все нормально. Говорил, что будет все нормально. Я, говорит, даже у меня было мало лет, но чувствовал, что все нормально. Я не стала никуда звонить и отключила телефон. Не стала. Я не хочу, чтобы какие-то вот... Я не хотела, чтобы у меня сочувствие, что-то там говорили, утешающие. Нет, я сама утешилась. Выкурила пачку сигарет. И может быть больше. Тогда я еще покуривала. А потом мы думали, да, и все-таки он не простым человеком был, правильно? Должность-то занимал. Я говорю, дайте голос Америка, там, радиостанция Пакистана, я послушаю. Вот. И мы стали ловить вот голос Америки там все эти. И вдруг я слышу, попал в плен полковник Лацкой. Все. Лацкой? Да, ну я... Да, да, да. Ну и должность назвали. Все. Тогда все. Улыбка была на моем лице. И знаете, все. Я воспрянула. Духом уже приедет. Скоро. Единственное, что вот отложилось на моем здоровье. У меня как вот такое впечатление было, что меня кто-то вот поднял высокой и просто бросил. И там у меня все просто рухнуло, все перекосилось, наверное, весь организм мой перекосился. Через пару лет после этих переживаний Людмила Рудская перенесет первый инсульт. Но тогда она себя чувствовала великолепно. За пять минут на назначенный день она собрала дорожную сумку и вылетела в Москву, куда Рудского должны были доставить из плена российские дипломаты. Пришла в гостиницу. Вот здесь вот колен. Настолько вот такой человек. Собранный. Но здесь коленки дорожали. Ну и он как. Он сидел, стоял. То есть он сидел, поднялся, обнялись. Ну, он такой худой был, невозможный. Вот. Но я не плакал. Ничего. Зачем еще его травмировать было? Незадолго до нового, 88-го года, Александр Рудской был удостоен звания Герой Советского Союза. И с этого момента начался один из самых счастливых периодов жизни Людмилы Рудской. Сын перешел в седьмой класс, муж заканчивал с отличием Академию Генштаба, и в их гостеприимной общежитской комнате без конца были гости. Сейчас уже трудно вспомнить, кто надоумил Рудского идти в политику. Но как-то он пришел домой, сел напротив Людмилы и спросил. У нас, говорят, деньги есть? Есть. Вот надо. Я иду вот. Мне предложили и по Кунцевскому округу, избирательному округу, там, я помню, Короочи баллотируются, еще кто-то. Мы предложили, ребята сказали, что иди баллотируйся. Первый опыт был неудачным, но позже Рудской все-таки стал депутатом Верховного Совета. А еще через некоторое время Александра Рудского избрали вице-президента. В это же время Валентин Юдашкин предложил Людмиле возглавить его дом моды. И Людмила Рудская стала одной из самых элегантных кремлевских жен. Ну, я ему, Валю, благодарна, конечно. Он мне, он, вот, все, что, вот, все костюмы, потом уже начались официальные визиты, все, а денег мало, вот. А потом все это, Шанель, там, остальные, Живанши, это же нужно и фигуры иметь, и большой кошелек. Таких, увы, денег не было. Ну, и пришлось, и вот мы с Валей комбинировали. Когда она стала кремлевской женой, в ней что-то поменялось? Вот я это не ощутила. Единственное, что, конечно, появились какие-то, ну, внешне как-то она немножечко изменилась. Ну, как, ну, там появились, например, элегантные костюмы. Да, изменилось и поведение. Потому что сказать, что вот мы в детстве не были примерными такими девочками, и мы не отличались, мы не были отличниками. Ну, так вот, любили жизнь, любили, так, интересы у нас были, конечно, там, где-то погулять, походить, на речке покупаться. А здесь в ней появилась, конечно, какая-то степенность. Шли годы. В 91-м году, во время путча, Александр Рудской был одним из организаторов обороны Белого дома. А в 93-м, во время второго путча, взяв на себя обязанности президента России, он руководил оборонительными мероприятиями уже в Белом доме. За несколько дней до обстрела Людмила проникла в Белый дом и просила мужа одуматься. Она буквально стояла на коленях и умоляла его подумать хотя бы о детях. Да, просил его, уймись, преклони, вот, ну, дай руку, склони свою гордыню, вот, дай руку, не надо доводить. Ну, не понял опять. Вот, а потом, что было, было страшно. И я просто с дачи уехала, и я попросила, детей взяла, и сестра у меня была, и уехали к Михалкову на дачу. Никиты не было, вот, это, ну, Таня, видит это ужасное положение, вот, это все. Что я, вот, уехала, и все, вот, самую необходимую вещь взяла и уехала. Вернусь я, я же не знала, какая обстановка, же никто не знал, что будет. Вот, и я взяла необходимую вещь и уехала Татьяна. Взяла икону. Все, и стояла и молилась. После штурма Белого дома Александра Руцкого арестовали. Последующие пять месяцев жизнь Людмилы протекала между Лефортово и домом. Список такой в Лефортово. Я поехала, посмотрела, что я могу передать ему. Вот, и я все это собирала. А потом, банки тебе не разрешают, а прям пластмасс, колбаса там такая только, там, перчатки такие, белье такое, только все, производство фабрич, никаких резиночек там. Это же тоже проблема. Надо было все достать, все это где-то найти, все. Наконец Руцкого освободили. Людмила не отходила от мужа, помогала ему прийти в себя после тюрьмы. Как только Руцкой освоился, он вновь решил заняться политикой. А я как солдат при генерале, адвитант. То, да, какие только партии здесь не были. И все, и кого я только здесь не видела, и левых, и правых, и зеленых, и красных, как говорят. Занимаясь мужем и его проблемами, Людмила совсем забыла о себе. Ее парализовало. Это был второй инсульт. А у Руцкого шло все по плану. Он уехал в Курск и выиграл там выборы, став губернатором Курской области. Людмила боролась за жизнь и довольно быстро встала на ноги. Но в Курск не торопилась. Самочувствие было все-таки неважным. К тому же ей пришлось еще ухаживать за мамой, которая сделала тяжелейшую операцию. Руцкой все реже и реже приезжал в Москву. А потом кто-то позвонил Людмиле и сказал, у вашего мужа есть женщина. Ну, думаю, мужик без в ребро сидит в голову. Ну, это пройдет. Даже и вот этому не придется. Ну, он перебесится. В таком возрасте. Я потом двое взрослых детей. А потом, когда вот эти статьи появились, да, узнала, что он это, ну, это уже крыша поехала. Он знал, что я могу там спросить. Он мне сказал, что мне так вот будет лучше. И я вот, то есть, мне вот так хочется, мне будет лучше так. Ну, я говорю, ну, не знаю, то есть, если тебе лучше будет, то тогда что-то делать. То есть, насильно мил не будешь. А если бы он выбрал женщину, которая, скажем, была ровесницей? Ему. Да, обид меньше было? Меньше. Как вы считаете, он влюбился? Он? Влюбился? Он влюбился, ну, по всей видимости, да. Молодая, красивая, кому нужна уже старая. По всей видимости, да, влюбился. Ну, дай бог, чтобы у него все было хорошо. Но так как она это все перенесла... А как? Очень достойно. Очень достойно. Когда вы ей позвонили, наконец, и уточнили, так это или не так? Да, позвонила. Она сказала так. Да. Она сказала так. Вы ее стали утешать? Утешать? Ну, как утешать? Вот в такой ситуации. Нет, я ее не утешала. Потому как я, в общем-то, то же самое испытала. И я сказала, что что бы там ни было, ты все равно останешься самой замечательной. И ты должна в это верить. Чтобы никому не отвечать, я уехала. Занялась перестройкой. У мамы строить стала квартиру, ремонт дома делала. И уехала вот на загород, там, хопер, река. И я там проводила. Земля, я там проводила время. Все лето привела. Как человек, как сам имею семью и прекрасно понимаю. Ну, какая. Ну, все понимают, нормальные люди, что, ну, там, на стороне, ноги грешат. Что там? Но семья, я лично считаю, что это святое. Для человека, который все-таки вырастил детей, которого есть определенное положение. Не в том смысле, что вот, там, как скажут. А дело в том, что обязанность человека быть все-таки мужчиной. Ну, если он влюбился, дай бог. Если он будет счастлив и проживет. Вот, у нас было бы на следующий год 25 лет серебряной свадьбы. Если он доживет до серебряной свадьбы, справит. Это же тоже какой-то итог. Я рада буду только за него. Все-таки ситуация необратима. Назад, я думаю, необратимо. То, что это назад обратимо, это когда, вот, там, по молодости, когда человек молодой, там, вот они, там, поссорились, там, вроде, разошлись, там, опять, там, вот это вот, вот это вот. А когда человек уже, когда человек уже, говорю, за 50 лет, там уже идет, как бы, уже совсем другие, то есть, отношения к жизни. То есть, не может быть такого, что, там, туда-сюда. Это все-таки предательство по отношению мужчины к женщине? Да. Это настоящее предательство. Я, конечно, не хотел бы, так сказать, говорить, но, видимо, он такой человек, который легко предает. Лично для меня это непонятно. Вот, как я, как человек, как мужчина, наверное, я не хочу сказать, что я идеальный или, там, какой-то хороший, во мне много... Ну, я лично считаю, очень непорядочный поступок, очень, вот, по отношению к женщине. Жалко маму? Конечно, жалко. И человечески? Чисто по-человечески жалко, и как вот, что мама, и как вот женщина, которая, как бы, все-таки, ну, тяжело только ей, конечно, перевести, вот, перенести вот весь этот момент. Вы живете с ощущением, что у вас еще в жизни кто-то появится, если допустить мысль, что он ушел навсегда? Честно, пока нет, и не задумывалась. На чужом несчастье можно построить свое счастье? Смотря как... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok